Мы сына берем, муж за руки, я за ноги закидываем. Вот наша маленькая кухонька, машинка у нас здесь же стоит, здесь же холодильник у нас стоит. Это апартаменты семьи Барковых, 19 квадратов. В квартире с размахом живет семья из трех человек. Сереже 18 лет, он инвалид первой группы. Когда Барковы встали на очередь по улучшению жилищных условий, Сереже было 7 лет. Тогда родители не думали, что через 11 лет все еще будут ютиться в этой квартире. Мы даже вилно-тренажер купили специально, чтобы он складывался. У нас нет места его даже поставить некуда. Поручник где-то куда-то ему прибить, у нас нет места. Вот стоит у нас опора для стояния. А если я еще постираюсь, вот эту опору ставлю сюда, вот сюда ставлю сушилку. Но в региональном жилищном управлении Барковым советуют даже не рассчитывать на переезд. Их семья не признана малоимущей. А все потому, что мама Сережи получает пособие по уходу и пенсию на ребенка. Целых 25 тысяч в месяц. Все это считается доходом. Я даже переписываюсь, свою проблему описываю. И меня сразу все спрашивают, это где так, это где так. Я говорю, это Алтайский край так. А как у вас там так считают? В доме нет лифта. Спускать сына с третьего этажа может только глава семьи на спине. К слову, 18-летний ребенок уже весит 60 килограммов. Бывает, Сережа по месяцу не выходит из дома, только на процедуры. А последний раз гулял на улице прошлым летом. Барковы все еще верят, что на них обратят внимание и они получат квартиру на первом этаже. Нам вот так вот и ответили, у вас же есть жилье в собственности. Вы не малоимущая семья, вам ничего не положено. Кстати, за 7 лет Барковы продвинулись в очереди только на 20 человек. Теперь они 109-е. Получается, что с такой скоростью семье понадобится всего-то лет 50, чтобы получить положенную квартиру. Но перед этим им придется еще и совсем обеднеть, чтобы стать малоимущими. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком.